Всем привет, с вами Максон, это 18-ая часть турнира и тот самый, кого вы хотели вернуть, тот самый, у кого много фанатов, вроде как, я понимаю, ну, не знаю, чисто из-за рестлера многие болеют за Ортона, но никак не за человека, который за него играет, ну, вообще, много таких чуваков, кто-то болеет за меня, но не болеет за Люка Харпера, ну, в общем, не знаю, за меня нет смысла болеть, потому что в турнире я явно никак не выиграю, никаким способом, уж сам себе так устроил турнир, ну, да ладно, зато я людей оставляю в лузерах и из лузеров уже оставляю их ни с чем. Посмотрим, как будет с Рэнди Ортоном, сроком получилось так, как я хотел, я не знаю, как вы еще написали там в комментах, ну, и ладно. На самом деле, мое дело побеждать, а уж каким образом, давайте не будем к этому придираться, если еще. Каким есть, таким будем способом побеждать, как получится. Самое главное сейчас сосредоточиться на матч с Рэнди Ортоном и показать, что мы умеем, что мы могем. На самом деле, Рэнди не очень удобный для меня соперник, если честно, сколько бы я не играл, сколько бы я матч с ним не видел, все равно для меня он немножечко неудобный. Но я вот не помню, хотя все-таки как-то же я его, а нет, подождите, а нет, с ним не получалось соединиться, да. Я хотел сказать, как-то же я его в лузера закинул, нет, не получалось, но матч с ним в триплу мы играли и оказался он в лузерах. И потом уже из лузеров вылетел. Ну, по идее, как сам по себе человек, играющий на Рэнди Ортоне, этого у Романов играет, он нормально. То же самое могу сказать и про Брока, правда, я про него говорил, что, скорее всего, ничего не буду больше трендить, но... Это, кстати, вот к тем, кто говорил, что я не прав, там, говоря плохое про Брока Леснера и прочее, он сам про себя то же самое говорил, ему тоже не понравился бой. Так что не надо тут гнать, это опять же к тому, что вот когда вы поиграете в игру, о, как просочился-то, как-то странно получилось. Вот тогда и можете уже что-то говорить. Напомню, что разрешил я Рэнди Ортону поменять сигнатуру на Озон. Так когда-то он ее юзал. Вместо стамп Рэнди Ортоновских, походу, минус стол, да? Нет, стол не сломался. Вот мне сразу вспомнился момент из первого матча с Рэнди Ортоном, когда в таком же практически бросочке я сломал им стол. Но я могу залить... Бррр! Стол раскреначился. Могу залить в тот бой, но без комментов, потому что у меня их не осталось, точнее у меня их даже и не было. Но чисто матч, ну, на стриме показывал. И ладно, больше не будем туда возвращаться. Новый матч с Рэнди Ортоном, у него по процентам все очень шикарно. По силам тоже удается реверсировать. Ну, здесь сказывается скилл. Я не знаю, сколько у Рэнди Ортона, 94, 93 или сколько. Вот у меня у Люка Харпера всего лишь 90 скилл в этой игре. Поэтому я не знаю, сколько у Ортона, не могу сказать точно. У него есть сигнатура. Я к чему говорю? К тому, что он не то чтобы быстрее восстанавливается, как бы тоже в том числе, наверное. Но и в то же время легче ему зарабатывать сигнатуру. Вот он опять реверсирует. Это неугомонные Rush LX Sweep. Видимо, нельзя. То есть, не зависит от стороны. Вот опять Rush LX Sweep. Не зависит от стороны, куда вы нажимаете при реверсе. Когда вы реверсируете, у большинства рестлеров стоит именно подсечка. Вот это вот Rush LX Sweep. Ну, поэтому я не могу сказать, в чем же дело. Постоянно вот это вот реверсирование. Ну, могу сказать. Просто на другое больше нечего поставить. И стоит у большинства именно Rush LX Sweep. А что за... А почему он отъехал? Это не честно. Достану, пожалуй, я еще один стол. Да, благо он тут есть. Этот исчезнет. Он нам не нужен. Сейчас я получу от Рорту на ней. Не получил. Я немного удивлен. Думал, сразу мне всобачат. Как я только стол достану, Огрейд задвигался. Ставим стол. Я все хочу накопить три финишера. Кстати, все удивлялся, почему у меня его... Иногда нету. Просто я не видел... Не обращал внимания, скорее, правильно так сказать, на то, что у меня финишер как бы есть. Показано X1. Вот как сейчас. Украл Ортона. Но нету... Этой. Подождите, я сосредоточен. Не получилось. Нету красного цвета на финишере. Поэтому я иногда не понимал, почему у меня финишера нету. Хотя на самом деле он... Да что ты? Не закидывается Рэнди Ортон. Хотя на самом деле он был. Вот. Но с поджиганием столов я тоже немного не знал, что когда стол поджигаете, у вас тратится финишер. Обычно такого... Обычно такого никогда не было, а тут почему-то тратится. Ну вот тоже... Такое невнимательность, потому что я сосредоточен на своем бою, а вниз я туда смотрю изредка, когда только хочу. Ну то есть, узнав узнать, есть ли проценты... Точнее, сколько процентов у соперника, есть ли у него сигнатура или финишер. Вот. Там вот эти маленькие штуки, я на них особо не обращаю внимания. Поэтому иногда я путаюсь. Вот. Такие дела. Ну, в общем, украл я Ортон на сигнатуру. Ой, финишер, по-моему, даже. Есть у него сейчас сигна. Не знаю, проведет ли он мне ее. Нет, я что-то среверсировал, но это опять Rush LX Sweep. От меня здесь ничего не зависит, каким образом реверсировать. Это уже мы с вами, в принципе, выяснили. Так. Угу. Опять... Блин, это какой-то матч Rush LX Sweep. Ну, за такой бред. Ну, что поделать. Игра, такая игра, таким оффсет у рестлеров. Ай-яй-яй, что-то задумал. Ортон, походу, будет Озон, да? Нет. Будет Rush LX Sweep. По-моему, как я вот говорил в том матче с Броком, типа, даже слепой поймет, что... Угу, отлично. Даже слепой поймет мое недовольство, потому что... А-а-а-е! Потому что Брок лесор стоит внизу. Здесь слепой поймет, когда я недоволен или улыбаюсь. Как-то странно. Потому что Rush LX Sweep опять. Ну, вот как-то так. Опа! Финишер Ортона. И это RQ. Ну, оно такое просто out and over, что я не могу его среверсировать. У меня есть финишер, но... Не знаю, надолго ли он у меня. Пока по силам и по жизням немного плохо все. Сейчас бы поменяться с... С Коли Грейвсом. С Коли Грейвсом. Было бы неплохо. Что-то хочет от меня Рэнди Ортон. Отстань. Среверсировать не получается. Слишком быстро написал. А теперь слишком слоу-почно. Ладно. Бросок от Рэнди Ортона. И... Все. Не могу пока ничего сделать. А что здесь не доставал предмет? Думал, что я собью что-ли сразу? Да не, я же не такой. Еще один стол у нас достается. Теперь достал Ортон. Это Table. На мне что-то все вообще хреново. Плохо дела у меня. Смогу ли я? Нет, не смогу. Да блин. Как-то легко реверсируются вот эти вот... Вот эти вот моменты. Там, когда в углу чувак торчит. Потом с Ари Швипами тоже, в принципе, относительно всегда легко. Вот я отдал Рэнди Ортону его финишер. Нет. Ну блин. Ну почему? Суплекс. Но стол не сломан. Сигнатура. Появляется Ортона. Моя ошибка. Окей. Не, ну хотя почему? Как моя ошибка? Наверное, скорее всего, правильнее сказать мастерство Рэнди Ортона. Иначе... Как может быть моя ошибка? Ну я... Ну блин. Ну нажал я... Опять расшел их хип. Ну нажал я финишер. Типа МГ. В какой момент мне его надо нажимать, чтобы у меня его не украли? Да фиг знает. Вот вообще без понятия. Типа выжидают обычно люди паузу. Ну и что? Ну вот выждал он сейчас паузу. Я провел ему все равно то, что хотел. Давай, суплекс какой-нибудь. Нет, это будет... Я думал Рашн Лэк Свип, а нифига. А вот это Рашн Лэк Свип и минус еще один стол. Вам нравится такой бой? Мне очень. Я хочу залезть на ринг, как бы, но... Если мы будем на ринге, то это означает, что как бы... Что мы... Уже будем на грани чьего-либо удержания. Вот. И там уже опасно драться. Фу. Я еще как-то не замечал раньше, что вот так много было Рашн Лэк Свипов. Что с одной, что с другой стороны. Ну ладно, у меня стояло на реверсе. Видимо, у Орт у нас стоит тоже. Потому что у остальных что-то другое наверняка. Может, зависит от стороны, может, не зависит от стороны. Я не знаю. Так. Подняли, бросили Ортона. Я, кстати, близок к заполучению еще одной... Сигнатуры, но... Беда пока. Полная беда. Суплекс от Ранди Ортона. У меня здоровья нема. Ну, так же, как у Ортона, по сути. У меня красные полосочки... А я даже не знаю, у кого сейчас лучшая ситуация. Оранжевая, это, наверное, лучше, да, чем красная. Не знаю. Так, я же пилю реверсы, и мне не получилось. И это будет... Озон. Вот это сигнатура Ранди Ортона. Что-то мы все внизу, да внизу деремся. Хотя... Не, ну, есть разница, драться на ринге или внизу. Там хоть с канатами что-то можно посадить. Здесь тоже можно что-нибудь такое сделать, например, на стол закинуть или в угол ринга. Но я все хочу, но Рэнзи реверсирует мои попытки сделать ему любой решиви. Поэтому, знаете, я что-то уже не хочу делать эту. Пускай он мне сделал ТРК, что ли. Ну, так, для видимости или ОмГ-момент какой-нибудь. Кучу раз я нажимаю Р2, но это не помогает. А, нет, украл! У меня появилась сигнатура. И чё? Вы мне можете объяснить вот этот феномен? Типа, у меня сигнатура не могла появиться, потому что я ничего не сделал. Но она появилась. Как будто я среверсировал РК Ранди Ортона, но на деле он не его провел. What the fuck? Я не знаю, в чем дело, что за бред и почему именно так. Конечно, да, ладно, но это уже, это уже люто, это нафиг с ринга, короче. Я понял Ранди Ортона, я тебя понял. На все сто процентов. Он мне даже залезть не даст, да? Он мне дает залезть, но стулом я его не ударил. Не ударил нормально, экшн. Запихиваем стул Ортона. Он среверсирует, потому что долго замахивается рестлер. Да. Да, да. А как я вам и сказал, так и получилось. Среверсировал. Чё меня сейчас напрягает, это то, что у меня силёнок не очень много. Постоим, восстановимся. Проверил, как дела у Ранди Ортона РФ. Я взял стул. И жду Ортона так же, как он меня ждал с лестницей. Ответочка? Почему бы и нет? Давай, залезай. Я добрый сегодня. Подумаешь, стул в руке. Кстати, тут нельзя кружиться, как это было... Можно было в 14 части делать. Давай, залезай. Бум. Не залез. Сорян. Так, возьму я стул, пожалуй. Стул бери. Запихну его сюда в уголок. Чтоб никто не уволок. И пойду вниз. Пойду в гости к Ранди Ортону. Наведаю его, так скажем, да? Кто-то попался. Сюда иди. Сейчас попробуем закинуть на ринг. Реверс. Блин, эти Аришвипы, он реверсирует просто идеально. Ну, видимо, их он наскилился реверсить. Сигнатура. Я ее провожу. Давай, на сил степс! Ну, нельзя направлять особо нашего соперника по сторонам. Поэтому не получилось. Он сейчас, смотрите, опять среверсирует. А, он уже нажимал. Лол. И почему он меня забрасывает? Не знаю. Так. Слишком поздно. Как слишком поздно, если я нажимал R2 задолго до того, как родились мамонты? Ну, не знаю. Что, RQ и до свидания, да? Домой. Видимо, так будет. Нет. Еще хочет сломать лестницу мною. Я реверсирую. И я им сломаю. Нет, он мною сломает. Или я им сломаю. А ну-ка. Интрига. Нет, он мною сломает. Если сломает. Ну, скорее всего, это пауэрбомба и минус. Нет. Это не минус лестница. Ну, бывает такое. Что уж поделать. Однако, у меня есть два финишера. Как так? А, ну да. Сигнатура же была. Я ее провел внизу Ортону. Странно. Это что? Слишком быстро. Ух. Клузлайн в моем стиле. Но это он у меня ничего не украл. Так что не надо. Ну, может кто-то себе пофантазировать, что он украл. Еще раз будет, да? Дропкик. Мимо. Реверсирует опять Ортон. И это что будет? Омг момент, да? Я думаю, проведет. Что-то зырешь на меня. Ага, вот так вот. И сигнатура появляется у Ортона. А почему у него, значит, два стоит Озона? Вообще, я как бы так думал иногда. Может быть, люди хотят поменять сигнатуры. Там какие-то свои или финишеры. Лишь потому, что они наносят урона больше. А вот фиг знает. Может быть и так. Ну, как бы, не знаю. Так, у меня есть два финишера и полсигнатура. Не знаю, что будем делать. Будем проводить свой финишер. Так, хорошо. У меня есть еще один. Но нету сил. Давай, чардж финишер. Так, проводим второй. Сможем ли мы сделать это? Среверсирует ли... Да ладно. Ну, я почему-то задницы своей чуял, что именно такая ситуация сейчас и будет. Но я как бы чуть-чуть исправился. Но только чуть-чуть. Сможем ли второй финишер сделать? А почему у меня их появилось два? Вот оно. Вот оно. Ортон опять реверсирует. Будет ли Аркио? Будет ли Аркио от Рэнди Ортона? Не будет. Он покидает ринг, а у меня... А, у него тоже нету сил. У него нету сил, он пошел таунтить вниз. Почему нельзя было это сделать здесь? Например, я не знаю. Я тоже могу потаунтить. Почему бы и нет? Запрыгнет сейчас Рэнди Ортон, наверное, и... Садит меня в финишер, скорее всего. Хотя я не думаю, что это будет именно так. Да что ты меня цапнуть пытаешься? Не получится у тебя, Рэнди. Не-не-не-не-не-не-не. Не получится. Сколько бы ты ни пытался меня стянуть вниз, у тебя не выйдет ничего. Твои планы... Здесь не канают. Опа! А я первее. Бум! И вместо того, чтобы получить РКО, я провел свой финишер. Считай РФ. Раз, два, три. До свидания, Рэнди Ортон. Со вторым чуваком тоже покончено. Из лазеров. Теперь уже на третьей попытке Рэнди Ортон покидает турнир. Я надеюсь, что вы довольны. И... Больше никаких ко мне претензий точно нету. Начинаем... Точнее, продолжаем опять побеждать. Там я знаю, что человек есть, который считает мой стрик. Пиши-пиши. Мне просто интересна будет статистика в конце. Моя. Но в финале я не выиграю. Так что давай его не будем для меня считать. Рэнди Ортон покидает турнир. На самом деле, я даже не знаю, как здесь комментировать. Вообще, не мне осуждать бои, но я вот так вот... Так, знаете, почему я не хочу в конце матча говорить про бои? Если он реально интересный, то он суперэмоциональный. Я обычно ору в бое. Вот сейчас вот этот и сроком я комментировал спокойно. Ну, потому что я еще до этого начитался комментариев в матче с Ортоном. И немножечко так... Кипела во мне страсть. Я успокоился сейчас. Ну, не подумайте, что я таблеточек накушался. Сейчас мне стало весело, потому что я избавился от лозеров. Наконец-таки. В общем, почему я не хочу осуждать матча, который только что сыграл? Потому что, когда я их играю, я что-то не замечаю. Я замечаю только в основном со своей стороны, что происходит. Но если обычно матч трипл фред, то я смотрю, что делают другие, пока валяюсь. Что-то, когда делаю сам, обычно не замечаю. Но когда дерусь с другими или что-то мне проводят, я это замечаю. Но, как бы здесь тоже замечаю, что мне проводят и сам делаю. Но в меньшей степени. Поэтому судить по бою лучше мне, пересматривая видео и писать свои комменты. Просто так реально лучше. Ну, а вам вы-то вот сразу можете оценить и прочее. Если по горячим следам идти, ну что? Пытался Ортон меня схватить, сделал бы РКО. Но здесь, мне кажется, сыграло роль, что меня быстрее хватает чувак. Вот я сейчас прям делаю это движение. Чувак хватает соперника и проводит ему. А Рэнди Ортон пока там замахивается. Вот теперь я нашел минус в финишере Рэнди Ортона. Но среверсировать его немножечко трудно. Однако мой финишер, я тоже когда-то говорил, что никто не может среверсировать. Были такие люди, что и Брок Ленсер, и вот и Рэнди Ортон. Но на скидле, значит, все можно среверсировать, чтобы это не было. Но вот это вот... Кстати, что мне не понравилось в этом матче, так это обилие рашнелэксвипов. Но ко мне здесь какие претензии? Я ни при чем. У Ортона стоит и у меня стоит. Ну, у всех стоит, я надеюсь. Но рашнелэксвип ревер стоит только у Ортона и у меня. Всем спасибо за просмотр. С вами был Максон, это была 18-я часть. Наконец-то идем играть ладер.